Бойцы одного из амурских отрядов на передовой в зоне СВО потеряли гитару. Сообщение об этом увидел губернатор области. Василий Орлов в своем телеграм-канале сообщил, что обязательно передаст новую для поднятия боевого духа. Также глава региона отметил, что Приамурья старается поддерживать участников специальной военной операции всем необходимым. Отправляет оборудование и экипировку. На прошлой неделе ушла очередная партия инструментов и одежды. Все, кто желает оказать помощь, могут перевести средства на благотворительный счет Центра Доброта или принести необходимые вещи в пункты сбора, которые открыты в муниципалитетах на базе штабов проекта «Все для победы». Список того, что необходимо отправлять участникам в зону СВО опубликован на сайте правительства области. Задержали по подозрению в убийстве. 15 января этого года в Благовещенске обнаружили тело мужчины. В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что погибший с 1973 года рождения ведущий бродяжнический образ жизни. Исследование показало, что его смерть носит криминальный характер. По подозрению в совершении преступления задержана его 39-летняя знакомая. На допросе она дала признательные показания. Рассказала, что в декабре 2022 года произошла ссора. Оба находились в алкогольном опьянении. Она толкнула мужчину и нанесла ему удары, несовместимые с жизнью. Сейчас амурчанка задержана. Ей предъявлено обвинение. В Амурской области отмечается рост заболеваемости ОРВИ. В первую неделю этого года количество больных превышало 2500 человек. Сейчас приближается к 4500. Активно инфекция распространяется в семи муниципалитетах региона. Наиболее высокие показатели регистрируются в Благовещенске, Шимановске, Шимановском и Тынинском районах. Я помню, я горжусь. В 6-м Благовещенском лицее открыли парту героев в честь двух выпускников этого учебного заведения, погибших в марте прошлого года в ходе специальной военной операции на Украине. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Торжественная линейка началась с исполнения гимна России. Два выпускника 6-го лицея, лейтенант Антон Якименко и старший лейтенант Константин Логинов, героически погибли, исполняя свой долг в зоне специальной военной операции на Украине. С разницей в несколько дней – 10 и 5 марта. Посмертно они награждены Орденом Мужества. На открытии парты героев присутствовали курсанты ДВОКУ, которые когда-то закончили это учебное заведение. Ученики старших классов, представители администрации города, а также матери героев. Об этом и многом другом мы расскажем в вечерних выпусках новостей. Первый смотрите в 18.00. Самую интересную и оперативную информацию вы также можете узнать в нашем телеграм-канале и на сайте АОТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова